Главное, что у нас в Киеве, а там в Киеве, а там в Киеве, а там в Киеве нет политики. 4 июля Клопп опубликовал расследование о том, как власти передают 30 мегаватт электроэнергии с Камбаратинской ГЭС-2 частной фирме МБТ-строй, связанной с кланом Бакиевых, по 50-60 тыинов за киловатт. А ведь эту электроэнергию можно было бы направить населению. Судя по распоряжению главы Кабмина Ахлбека Джапарова, коммерсанты потратят сверхдешевое государственное электричество на майнинг, хотя это запрещено с 2019 года. На расследование сразу же отреагировала Минэнерго. 5 июля замминистра энергетики Талайбек Байгазиев созвал срочную пресс-конференцию. Журналистам Клоппа ее анонсировали как опровержение расследования. Но она обернулась полным подтверждением наших данных. Байгазиев напомнил, что сейчас единственный генератор ГЭС способен выдать 120 мегаватт, но линии электропередач могут передать в сеть только 90. Чтобы высвободить оставшиеся 30, линии надо усилить. По словам замминистра, фирма МБТ-строй готова потратить на это от 1 до 1,5 миллиарда сомов. Взамен, как уже писал Клопп, фирма получит освобожденные 30 мегаватт в свое распоряжение примерно на 10 лет по цене около 60 тыинов за киловатт. Это в 6 раз дешевле, чем безлимитный тариф для населения Кыргызстана и почти в 10 раз дешевле единой цены для майнинга, которая составляет 5 сомов 4 тыина. Министр это подтвердил. Заместителю министра напомнили, что согласно приказу нацэнергохолдинга номер 56 от 2019 года майнинговым фирмам в Кыргызстане запрещено пользоваться государственным электричеством. Пускай приходят, пусть лучше дадут условия нам. Какого приказа? Нет, после приказ холдинга был для запертой мощности Камбарата. У нас еще в прошлом году было добро. А от кого? От холдинга. От нацэнергохолдинга? Да. Есть ли документы? Конечно, есть отдельно. А где его? Холдинги? Нет, они публикуют его. Да? Они публикуют его где-то? Зачем публикуют? Это наши внутренние дела. У Байгазиева поинтересовались, почему Кабмин выбрал инвесторам компанию МБТ «Строй», которая не связана с энергетикой, создана год назад как оптово-торговая, а в июне изменила деятельность на информационные технологии и вычислительную технику. Байгазиев ответил, что для Минэнерго все это не важно, и главное, чтобы у инвестора были деньги. На вопрос, почему бы государству самому не вложить миллиард сомов в модернизацию ГЭС, замминистра сказал, что таких денег у государства сейчас нет, а брать кредит энергетики не могут. Отрасль и так закредитована. Спросили у Байгазиева и о связях компании с кланом Бакиевых. Свергнутый президент Кыргызстана Курмамбек Бакиев, скрывающийся в Беларуси, заочно осужден по нескольким уголовным делам, в том числе за массовый расстрел участников протестов в Бишкеке во время апрельской революции 2010 года. А его сын Максим Бакиев, живущий в Лондоне, заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов. Если это не политика, то что же это? О том, как фирмы МБТ «Строй» связаны с Бакиевыми, читайте в расследовании Клопа.